Скажи, что больше всего ты любишь отыгрывать, играя Оди? Я люблю отыгрывать её уязвимую сторону. Очень важно передать то, что она всё ещё подросток, и она растёт, и развивается. Но мне нравится то, что она могущественная и сильная. В третьем сезоне ребята стали взрослее. Что можно ожидать от их компашки в будущем? Безусловно, это большой рост. В смысле, я имею в виду... Что быть подростком, это когда ты в один прекрасный день стал в 25 раз выше, а в другой день твои руки стали длиннее. Потом уши вытянулись, ну я не знаю, это как... Ну на самом деле дело не только в росте, но вы знаете. Но, знаешь, происходят большие изменения в эмоциональном плане и в отношениях. Отношения действительно меняются, это определённо. Это вообще очень близкая под ухо сюжетная линия. Ты сказала об отношениях. Что ты можешь сказать об отношениях Оди и Майка, Лукаса и Макс? Я думаю, что их отношения, их отношения ещё очень неокрепшие. Знаете, ну как выглядят отношения, когда ты подросток? Это всё наивно и как игра. Что-то вроде, ооо, ты собираешься стать моей подружкой и первая встреча с ним. Я думаю, что это очень милые отношения. Знаешь, мне нравится пара Лукаса и Макс. Они хорошо смотрятся вместе и они совсем разные люди, и я думаю, что в этом их прелесть. Но Майки и Оди, они безусловно мои фавориты. Так что... Так что их отношения растут, как и у любых подростков, и я не перестану это повторять. И, понимаешь, их отношения меняются вместе с ними, и это очень-очень круто. Во втором сезоне Оди делают дерзкий макияж, она познает что-то новое в моде в третьем сезоне. Да, я имею в виду, она носила всегда то, что давал ей её папа. И потом, знаешь, Хоппер, это никогда не было её решением. Так что в этом сезоне она определённо доберётся до этого момента и всякие фейлы с макияжем. Что ты можешь сказать о новом монстре из третьего сезона? Безусловно, немного, но странные дела это всегда стильно, и всегда больше, лучше и страшнее. И страннее. Какого монстра ты больше всего боишься? Что тебя пугает? Моя мама, когда злится на меня? Ну нет. Ладно. Ну, посмотрим. Я была очень напугана челюстями. Ну, знаете, эти страшные челюсти... Не очень люблю акул, так что вот. Ты с ребятами близка в реальной жизни. Можешь рассказать нам больше о вашей компашке? Кто самый смешной, кто самый взрослый, кто мамочка в вашей группе? Ну, Сэйди, безусловно, мамочка в нашей группе. Потому что она... У неё есть что-то такое вроде материнского инстинкта. Она очень заботливая. Потребность любить, поэтому она мой лучший друг. Она постоянно возится со мной, она лучшая. Определённо она мамочка в группе. У неё всегда есть с собой пластырь, но какой человек носит всегда с собой пластыри? Финн очень зрелый. Я бы сказала вам, что он очень профессиональный. Не то, что мы все вместе взятые. Финн определённо очень профессиональный. И, думаю, Гейтен тоже. Да и Калиб тоже очень профессиональный. Я думаю, все мальчики постарше. Но вот Ноа и я вообще непрофессиональные и незрелые. Это когда мы вместе. Но когда я одна, я могу быть профессиональной. Но с Ноа мы будем выглядеть как два малыша, которые... Всё время. И это не остановить. И тогда приходит Сэйди нас успокоить. Да, так что... Ну вот так вот. Но вот лично для меня самый смешной... Самый смешной это Ноа. Но может и для других ребят тоже. Если бы ты могла иметь суперсилу. Что бы это было за сила и почему? Знаешь, я всегда говорю одно и то же. Мне хотелось бы излечать. Ведь... Ведь в этом мире сейчас очень много разных чувств. Эмм... Понимаешь. И чувства от физической боли, и от эмоциональной боли. И излечать это было бы очень мощной способностью. Но не знаю, я думаю. Хотела бы быть невидимкой. Потому что я очень неловкий человек. И когда эти неловкие ситуации, мне бы это очень пригодилось. Так что я думаю, было бы потрясающе быть иногда невидимой. Знаешь. Как ты думаешь, что больше всего поклонникам понравится в третьем сезоне? Музыка потрясающая в третьем сезоне. Эмм... Цвета действительно фантастические. Но мы же говорим о третьем сезоне, да, и... Да, больше всего вам понравится его именно увидеть. Я так думаю. Всем большое спасибо за просмотр. Перевод и озвучка Енот и Влад Ленин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова